Всем привет! В этом видео я поделюсь с вами самой мощной молитвой для исполнения любых желаний, секретной техникой Невилла Годдарда. Она вам точно понравится, она очень простая и состоит вообще только из одной фразы. Уникальный автор, которого я открыла для себя совсем недавно, и яркий представитель философии нового мышления Невилл Годдард говорил, молитва это способ понять, что именно ты желаешь и что сейчас чувствуешь. Подумайте, как обычно люди молятся? Вне зависимости от вероисповедания и религии мы представляем, что где-то на небесах есть Господь и просим о помощи. Господи, пожалуйста, помоги мне. При классической молитве, в общем понимании этого смысла слова, человек разделяет себя и Бога, разделяет себя и свое желание, вот источник желания. То есть человек в тот момент, по сути, ощущает себя ничтожным, маленьким. Он как будто просто молит некую большую силу дать ему что-то. И человек полон надежды, что это исполнится. И складывается впечатление, вот внутреннее состояние, что человек вот такой молитвой, он как бы перекладывает ответственность с себя и показывает, что я сам ничего не могу. Но правильно ли вообще это? Если мы снова вернемся к цитате Невилла Годдарда, молитва это способ понять, что именно ты желаешь и что сейчас чувствуешь, то получается, что человек находится в состоянии нужды и недостатка. И чувства, и эмоции при этом соответствующие, то есть негативные, вибрации низкие. А что, если сделать по-другому и перестать отодвигать в будущее исполнение своего желания? Вместо этого прямо сейчас и прямо здесь ощутить желаемое, как будто оно уже пришло в вашу жизнь, и поблагодарить Всевышнего, Вселенную за реализацию желаемого. Как считаете, что лучше будет работать? Друзья, меня зовут Елизавета Волкова, и все техники, о которых я рассказываю, я применяла на себе. Всего каких-то 10 лет назад я жила в провинциальном Ульяновске, в съемной маленькой квартирке. В отношениях у меня был полный коллапс. Работа была, да, но зарплата была всего лишь 25 тысяч рублей, и мне ее едва хватало, чтобы покрывать какие-то свои расходы на аренду, на жилье, на еду, на проезд. А о какой-то самореализации я тогда даже и не думала. Ну, просто все так живут, и вот я ходила смирно на работу. Какое же счастье, что уже тогда я прочла книги по силе мысли и начала осознавать, что на самом деле можно жить иначе, и у меня есть огромный внутренний потенциал, я тоже могу к этому прийти. И да, у меня все случилось не сразу. Мне потребовалось время, чтобы прийти вот из моей той точки А, где я чувствовала себя глубоко несчастным человеком с таким беспросветным будущим, в эту точку Б, в которой я сейчас живу, можно сказать, по-настоящему жизнь своей мечты. Я сейчас замужем за лучшим для меня мужчиной. У меня своя онлайн-школа, в которой я обучаю искусству управления силой мысли и, как следствие, исполнению любых желаний. Мы переехали из Москвы в солнечно-теплый Дубай, и здесь живем в собственных апартаментах класса люкс на Пальма Джумейра. Это самый дорогой район Дубая. Сейчас я могу позволить себе любые дорогостоящие покупки, начиная от брендовой одежды, обучения за миллион рублей, спонтанных путешествий и заканчивая покупкой машины, квартиры и даже дома. Мы сейчас планируем купить дом у океана. Посмотрите на мою жизнь и осознайте, что если сейчас вы находитесь в той самой точке А, в которой вы абсолютно не удовлетворены собой, своей жизнью, вы можете все изменить. Так же, как когда-то сделала и я, и у меня не было богатых родителей, не было помощи со стороны и не было открытых дверей повсюду, вовсе нет. У меня была лишь моя сила, сила моей мысли. Я правильно воспользовалась ей, развила ее и продолжаю это делать по сей день. И результаты всегда потрясающие. А вы хотите тоже разобраться в том, как это работает? Хотите ответить на вопрос, который задают себе многие? Почему у одних получается, а у других нет? Хотите стать теми, кто сам управляет своей жизнью и не подчиняется общим ограничивающим правилам? Если вы отвечаете да, 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 конечно, тогда я приглашаю вас присоединиться к моему бесплатному мастер-классу, на котором я расскажу о главных принципах работы силы мысли и поделюсь моей личной пошаговой стратегией по исполнению желаний. Целых два с половиной часа невероятно полезной информации, которую вы получите во время моего легендарного мастер-класса. Он называется «5 ключей к управлению реальностью». И уже сразу после завершения вы сможете внедрить эти знания в жизнь и уже в течение первого месяца получить первые результаты в своей реальной жизни. Так что скорее регистрируйтесь, делайте это прямо сейчас. Ссылка ждет вас в правом верхнем углу экрана, видите? А также я ее оставлю в описании под этим видео. Жду на мастер-классе каждого из вас, тем более это абсолютно бесплатно. Итак, а мы вернемся к молитве Невилла Годдарда и вообще к его технике. Смотрите, вместо того, чтобы говорить «Господи, помоги, прошу тебя, сделай так, чтобы, например, там он позвонил мне и захотел вернуть наши отношения», вместо этого лучше скажите «Господи, спасибо тебе за то, что я уже в прекрасных отношениях с моим любимым человеком». Чувствуете разницу? Скажите «Благодарю за то, что прямо сейчас мой любимый заботится обо мне, говорит мне слова любви, делает мне приятные сюрпризы и комплименты. И за то, что мы уже запланировали дату свадьбы. Я такая счастливая». Таким образом, вы начнете излучать совсем другие эмоции. Вспомните принцип зеркала. Если вы улыбнетесь, оно отразит вашу улыбку. Если станете плакать, увидите в отражении свои слезы. Точно также работает зеркало мира. Отражает все то, что вы чувствуете в моменте сейчас. Все эти эмоции, которые вы испытываете. Каждая молитва – это зеркало, которое отражает ваше внутреннее состояние состояние. Вот почему в Библии говорится «Кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Так и есть это принцип зеркала. Что у вас в сознании, то вам и отражает мир. То, что находится у вас в голове, как вы думаете, что вы делаете и как молитесь, реальность вам отражает в полной мере. Если в реальности вас что-то не устраивает, знайте, в сознании у вас есть установки, мысли и эмоции, препятствующие осуществлению желаемого. Когда я зарабатывала свои 25 тысяч рублей и встречалась с парнем, который не ценил меня, не уважал и не особо разбиралась в силе мысли, я просила «Пожалуйста, вселенная, пусть у меня повысится доход, я так хочу уехать отсюда, пожалуйста, дай мне счастливое отношение с мужчиной». У меня всего этого не было, а я просила, чтобы появилась, при этом страдая и моля о помощи. И, соответственно, у меня этого по-прежнему и не было. Зеркало отражало. Ему все равно, что отражать – счастье и радость или тоску и слезы, ощущение нужды или ощущение изобилия. Вы можете сами для себя решить, что отразится в вашем зеркале мира. Вот еще, что сказал Нейвил Годдард о молитве. Не пытайтесь заставить что-то прийти в вашу жизнь. Такое напрасное повторение приводит часто к обратному. Ваша сила в ощущении, что это уже есть, в ощущении наличия этого. Вот почему повторение фраз типа «Господи, помоги, пожалуйста» из состояния нехватки и негатива от того, что сейчас у вас этого нет, это то, что приведет вас к обратному, к отсутствию желаемого. Молитва должна исходить наоборот, из состояния изобилия, что у вас это уже есть. Вот почему тем, кто уже имеет, дается еще больше. Поэтому вам нужно достигнуть состояния, в котором вы ощущаете, что вы уже обладаете желаемым. И как раз-таки это очень похоже на благодарность, потому что мы обычно благодарим только за то, что у нас уже есть. А теперь ответьте себе на вопрос. Чувствуете ли вы, что у вас прямо сейчас есть деньги, здоровье, хорошая работа, дом мечты, желаемая семья и те любовные отношения, о которых вы мечтаете? Или же вы находитесь в состоянии острой нехватки всего этого и из-за этого несчастную? Если вы поймали себя на ощущение, что вот состояние нужды и нехватки, оно преобладает, то сегодняшняя молитва по технике Невилла Годдарда вам очень поможет. Итак, используйте именно эту технику в течение последующих 30 дней, как минимум, чтобы результат закрепился в вашем подсознании. Итак, шаг первый для молитвы. Скажите вслух или про себя следующие слова. Я един с Богом. Я един с тем, чего я желаю. Благодарю. 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 Шаг два. Этот шаг визуализация. Представьте то, чего вы очень хотите. Создайте образы в вашем сознании образы того момента, когда вы точно знаете, что ваше желание уже, уже исполнилось. И почувствуйте это максимально ярко, каждой клеточкой своего тела. И снова благодарите за исполнение этого желания. Чувствуйте эту благодарность. Шаг третий. Отпустите. И не привязывайтесь к результату. Не привязывайтесь к тому, когда и как это произойдет. Помните. Станьте единым со своим желаемым. И оно исполнится. Многие здесь совершают ошибку. Правильно произносят молитву, но потом, спустя время, беспокойный ум захватывает их сознание. И они думают, ну когда уже? Ну когда? Да. И когда вы задаетесь вопросом, где? Где мои желания? Почему все так плохо? Конечно же, вы рассоединяетесь с божественной сущностью и со своим желанием. И возвращаетесь в позицию нужды. Поэтому нужно добиться вот такого состояния. Вы не беспокоитесь, когда это придет. Вы просто знаете, что желаемое уже на пути к вам. И вы просто к нему готовитесь с огромной благодарностью, что оно уже ваше. Итак, короткое резюме. Вы повторяете фразу. Я един с Богом. Я един с тем, чего я желаю. Благодарю, благодарю, благодарю. При этом вы представляете то, что хотите материализовать. И вы повторяете эти слова до тех пор, пока их смысл не наполнит ваше сознание. Пока вы не почувствуете их. Не почувствуете счастье и радость, приятное волнение. Если вы будете повторять эту молитву и визуализацию на протяжении 30 дней, у вас сформируются новые нейронные связи. У вас создастся паттерн, новая программа, в которой вы счастливы. И вы всегда получаете то, что вы хотите. И тогда зеркало мира отразит все это. А именно, ваши желания начнут сбываться. Настоящие чудеса войдут в вашу жизнь. Вот вы видите. Я знаю, о чем я говорю. И я проверяла. Ставьте большущий лайк этому видео, если вы намерены использовать молитву. Подписывайтесь на мой канал, чтобы посмотреть все другие ролики. И не потерять этот канал. Он просто кладезь информации. Здесь больше 700 роликов разных самых крутых техник. Обязательно вернитесь к этому ролику, когда ваше желание исполнится. И напишите комментарий. Ведь такие комментарии поддерживают других в их вере в себя. И то, что сила мысли действительно работает. Всех обнимаю. Пока-пока. Исполнение заветных желаний. Субтитры создавал DimaTorzok